В конце 80-х годов прошлого века детско-юношеская конно-спортивная школа в агрогородке Дворища была известна во всем Советском Союзе. Из четырех членов национальной команды Беларуси по конному спорту двое были из Дворища. Однако в последние годы конно-спортивная школа находилась под угрозой закрытия. Теперь опасность миновала и задача вернуть былую славу. В этом активно участвует и молодежь. Например, Гродненко Елизавета Камнева пять лет назад сменила областной центр на агрогородок Дворища. Сейчас она тренер там по конному спорту. Пообщаемся сегодня с ней в нашей студии. Доброе утро! Доброе утро! Елизавета, нам известно, что вы коренная Гродненко, но пять лет назад уехали из областного центра работать в небольшой агрогородок. Почему так поступили? Не хотелось остаться в крупном городе? Вообще ради чего все это было? Я с десяти лет занимаюсь конным спортом, и поэтому при выборе профессии я знала, что хочу быть непосредственно связана с лошадьми. Поэтому поступила в Гродненский государственный университет имени Янки Купалы на преподавателя по физической культуре. И я поступила на заочное, поэтому мне надо было где-то работать. А что после школы? Ну, я могла. Меня никуда не брали, и я вот устроилась в агрогородок Дворища, в Субсовхоз Лицкий, наездником. Это специалист по... Есть прям должность такая? Да, наездник, она записана в трудовой книге, да. Я специалист по лошадям, ну, то есть я их тренирую, я их заезжаю, я учу маленьких лошадей становиться взрослыми лошадьми, то есть, ну, вот такого плана. Как прозвучало, да, как глубоко учиться маленьким. Философски на самом деле прозвучало. Ну, как в садике, там примерно такая же стратегия. Хорошо, а вот вы сказали, 10 лет в конном спорте. Как вы вообще попали в это? Откуда такая любовь к лошаде? Ну, вообще, я была еще в школе, и моя подружка пришла как-то, ну, на утром в школу и говорит, ну, мы с мамой поедем на конюшню, я хочу заниматься. Я говорю, ну, блин, классно, я тоже хочу поехать посмотреть. Ну, я поехала. И на 10 лет. И там и осталась, да, на 13, как бы, ну, мне почти 23, 13 лет почти в конном спорте. Ничего себе. Вот так вот. Интересно, что вы можете сказать о своих учениках? Воспитываете чемпионов? Вернется ли конно-спортивной школе в агрогородке Дворище? Была и всесоюзная слава? Ну, мы, конечно, все очень надеемся на это, потому что, как бы, сам конный спорт в Беларуси сейчас переживает не самые лучшие времена. Многие школы, даже с хорошей базой, ну, вот я начинала заниматься в Прогрессе Артелишке, это Гродненский район. И эту школу закрыли. Ну, я причин не знаю, но так получилось. И там действительно хорошая материальная база, и ее закрыли. А тут, ну, как бы, нам дали как второй шанс наш председатель райисполкома. Поэтому мы очень надеемся, что все будет хорошо, что нам будут помогать. Ищем каких-то инвесторов для нашей конюшни, чтобы помогали им материально и морально поддерживали. Поэтому... А по поводу учеников, я думаю, что каждый тренер старается воспитать чемпионов. Поэтому мы стараемся и будем надеяться, что они покажут хорошие результаты. Скажу, чем вам так понравились лошади? Что вы вот в них нашли? Я не знаю, как ответить на этот вопрос, потому что, ну, как бы, ты любовь не опишешь, так скажем. И... Ну, это была любовь с первого взгляда. Прямо с десятилетнего возраста. Я думаю, что да, потому что многие мои знакомые, с которыми мы начинали, уже не связаны с этим спортом. Я одна, ну, вот как-то туда двигаюсь, и все дальше, и дальше, и стараемся как-то развиваться в этом направлении. Лидия, а какие планы, какие, видите, перспективы? Планируете дальше вот всю жизнь прямо быть связанной с этими прекрасными животными? Ну, я надеюсь, что да, потому что... Ну, я не хочу ничего менять, мне нравится. Ну, конечно, если бы была возможность, например, в Минске куда-то, ну, устроиться там или еще где-нибудь, то, ну, это была бы хорошая перспектива. Но пока мне все устраивает, я рада, что я там, и я довольна своей профессией. А детям какого склада, какого характера? Вот вы порекомендуете 100% заниматься конным спортом, и каким точно вот не надо там быть? Есть такие, конечно. Я думаю, что, конечно, это должны быть дети энергичные, трудолюбивые. И способные добиваться того, что они хотят. Потому что конный спорт – это не для ленивых, не для слабых, не для тех, кто может начать и не закончить. Потому что общение с этими животными требует усердия, упорства. И, ну, воли характера, так скажем. Потому что лошади как бы стадные животные, и либо ты главный, либо главные они. А в нашем спорте должно это как-то компенсироваться с одной и со второй стороны. Вы должны быть парой. Ну, у каждой, получается, лошади свой характер. Да. Никогда не повторяются? У-у-у. Ну, вот я, например, за 13 лет у меня всегда разные лошади, на каких бы я ни ездила. Где-то спокойные, где-то более импульсивные, где-то добрые, где-то не очень. Ну, и их очень-очень они разные все. Как на общение рядом с тобой, так и сверху. Ну, то есть, когда вы вместе работаете на тренировке. Они все очень-очень разные. Ну, в любом случае, мы желаем вам дальнейших успехов. Спасибо огромное. Развития, да, вернуть былую славу. Да, обязательно. Это иконно-спортивная школа замечательная. Старайтесь, и мы думаем, что все у вас получится. Спасибо огромное. Ну, а мы напоминаем, что в гостях у нас была Елизавета Камнева, которая работает в агрогородке Дворища в конно-спортивной школе и помогает вернуть этому учебному заведению бывшую, былую, всесоюзную славу. Ну, а мы продолжаем, друзья.